Ну что, друзья, подвели итоги, вот такой результат, и сказать то, что я доволен, сказать на самом деле ничего, потому что... Если бы я был в казино, я думаю, я бы выиграл. Никогда столько не весил, 77 и 7. То есть, по факту, мне нужно сбросить примерно 4 килограмма. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы вес был в среде около 73. И давайте поставим себе дедлайн примерно неделю. Неделю я не люблю долго ждать. Я готов на максимум выложиться, но для того, чтобы уложиться минимальный срок. Поэтому, друзья, неделя для того, чтобы привести себя в порядок. Ну и, конечно же, замеры. Куда я без них? Мы сейчас посмотрим мое состояние. Я такой средне-статистический. Я вот такой средне-статистический. Я буду их принять. Короче, я средне-статистический такой вот трещь, да, который не просто трещь, еще немножко вот животик. Друзья, веселенькая неделя начинается. Сегодня у нас четверг, 28 февраля. Короче, получается, 7-8 марта. Посмотрим, что у меня там обменилось. Посмотрим на весы, посмотрим визуально, друзья. Обязательно смотрите видео полностью для того, чтобы посмотреть, что я делаю, как тренируюсь, как я питаюсь. Все будет в этом видео. Покажу по факту. Получится? Увидите, что получилось. Не получится? Увидите, как делать не нужно. Сегодня первый день. В общем, собрался. Сейчас иду в магазин. Обязательно фруктов возьму для того, чтобы не кушать ничего лишнего. Пронесу продукты, покажу, что я купил. Давайте так. Мы пришли. Ну, вы спросите, Домир, что же у тебя там дальше в пакете? Я отвечу, ничего. Спросите точно, я скажу не точно. Потому что здесь у нас, что уж скрывать, это у нас сырки. Но я их купил очень мало для того, чтобы их растянуть. И по пути я зашел в другой магазин, взял ватрушку. Куда уж без зарядного. Основной рацион будет различные каши. То есть это рис, гречка, овсянка, макароны. Вот, это все, что я буду, наверное, кушать. Но вы все будете видеть, я ничего не буду скрывать. Будет все так, как есть. Самый частный блог на этом канале, подписывайтесь. А я пошел пить чай. Батарейка зарядилась. Стоял в другую. Простоял 45 секунд. Так же не забываем пить много воды. Время у нас 17.22. И скоро мы будем ужинать. Примерно через 20 минут. Те, кто смотрел мое видео на тему сушки, в курсе. Те, кто не знает, рассказывают. Просыпаемся до 12 часов. Мы ничего не едим, пьем только воду при необходимости. Все прямо очень хочется. Мы едим фрукты. 12 часов завтрак. 15 часов у нас обед. И в 6 часов у нас ужин. И по 6-ти мы тоже ничего не едим, пьем только воду. Результат неизбежен. Будем тренироваться, будем питаться. А на ужин у нас... И заканчиваем этот день и переходим к следующему. Стараемся хотя бы две с половиной. Простоятельно. Три минутки есть, ребята. С непривычкой так тяжело. Ровно три минуты, ребята. Рема у нас уже 6 часов. Нужно уже ужинать. Поэтому еще две минутки в планке. И на сегодня достаточно. Ребятки, всем огромный привет. Сегодня четвертый день. Четыре. Уже больше половины. Я только что встал на весы. Результаты есть на самом деле. Но мы не будем останавливаться. Мы будем продолжать. У нас сейчас вот эта вот штука. По начальному кадру и я заранее хочу сказать. Я очень плохо подтягиваюсь. Зовите худший вариант. Не ошибетесь. Ну, для этого я, собственно, и повесил эту штуку, чтобы улучшить. Ну и что скрывать в следующем видео как раз-таки на эту тему, ребята. Подтягиваюсь мало. Я в этом полный ноль. Но посмотрим, что будет через месяц. В общем, ребят. Каждый подход дается очень-очень нелегко. Вот это все равно, что в те годы, когда я весил 73, годы. В том году это было 73-74, когда весил, все равно, что накинуть рюкзак с 5 килограммами. При том, что я никогда не работал с дополнительными весами. И мой рекорд был 12-13 повторений. Вот. Думаю, к концу сушки десятку я свою буду делать в любом случае. А потом потихонечку можно накидывать какие-то дополнительные веса. И так и будем увеличивать количество. Да, думаю, так и будет. Пока отдыхаем. В общем, сейчас мы пока приостанавливаем тренировку. Я собираюсь в баню к дедушке. К дедушке у нас в бане есть. Вот. Скупаюсь и мы продолжим. Ну что, ребят, я пришел. Я дома. Время у нас половины седьмого. И очень расслабленное состояние после бани. Очень просто. Я себе еще лицо растер. Мочалкой. Вот эти уста и нос в том числе. А в целом все хорошо. Я позавтракал. Пообедал. И поужинал. Поужинал дома. На обед. Вот мы не был у дедушки. А там мама с тетей сделали очень вкусные пирожки. От которых я не мог отказаться. За что я сейчас буду очень жестко расплачиваться, друзья. Давайте начинать. Примерно такой комплекс мы будем делать. По поводу приседаний на одной ноге с весом можете не писать. Я уверен, что что-то неправильное дело. Мне пока не интересна техника. Мне интересна нагрузка. Потом я уже дальше буду уже отсеивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пока суммарно сделано 56. Сделаем до сотки. Думаю, достаточно с отжиманиями сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувствовал, что уже всё. У нас сегодня... Вот, нет, синие пальцы. Сегодня седьмой день, друзья. Завтра подводим итоги. А сейчас 2 часа, 2 с копейками до завтрака. Я думаю, это время нужно занять очень-очень правильно и продуктивно. Давайте по тренем. А что мы будем делать? Мы будем делать планку и будем в стойке на руках у стенки отжиматься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решил во время планки не музыку слушать, а аудиокнигу. Может, это будет лучше отвлекаться. Посмотрим? Если вы завезли с задачей, не сидите с лажа руки. Начните над ней работать. Даже если вы не знаете, что делаете, сам факт работы обязательно приведёт к тому, что в голове появятся правильные идеи. Ну, не то чтобы отвлекает нагрузка, она есть нагрузка. Аудиокниги – это такая штука, когда ты вообще в любом месте можешь находиться. Да, просто наушники в уши. Ходишь, слушаешь. Прошёл путь, да, там, допустим, с точки А в точку Б. Ты не просто время потратил на то, чтобы пройти, да, то есть, либо там, доехать. Да, ты ещё и какую-то информацию получил. Минутка полезности, так скажем. На самом деле, мотивация вовсе не трёхчастная цепочка, а цифру. Вдохновение, мотивация, действие. Делайте что-нибудь. Этим что-нибудь может быть любое адекватное действие. Любая хоть сколько-нибудь адекватная попытка. Вот как у меня сушушка с этой. Просто начал через не хочу. Я теперь попробую остановить. В общем, ребят, собрался, одел. Сейчас иду в магазин, чтобы купить кое-что очень важное. Та-дам! Я пришёл сюда. Это у нас эспандер на 40 килограмм. А вот это у нас тоже, походу, эспандер называется. Петля. Как вы поняли, вот для этого штуки. Да, я понял, что мне нужна резинка для того, чтобы нормально научиться подтягиваться. Потому что, если ты не можешь нормально функционировать на определенном уровне, значит спустись на уровень ниже. Сделай всё правильно и уже переходи на тот уровень, на котором не могу. Дальше у тебя всё будет нормально. Вот то же самое у меня сейчас. Не то, что в количестве не могу нормально это сделать. Тут ещё и в правильности. Оттягиваюсь больше не спиной, да. А... Блин. Оттягиваюсь больше не спиной, а всё-таки бицепсом, да, руками. Спина почти не взаимодействует. А, наверное, я же не показал. Ну, знаете, такая вот резинка, да, которая дешивается на тюрьму. Что, пробуем. Так. Если честно, она не сильно забирает вес. Походу, реально килограмм в 15 обувляет. Вот так хотя бы можно примерно правильно подтягиваться. Сейчас я посмотрю, как вообще. Только что посмотрел кадры. Всё равно хочу, когда подтягиваюсь так, всё равно хочу вот так вот сделать. Рывок ближе к турнику. Короче говоря, всё равно вот привычка есть, но мы её будем справлять. Но, как вы заметили, уже лучше, чем было. Как мне кажется. В общем, ребят, сегодня восьмой день, и я думаю, пора повести итоги. Ну что, друзья, подвели итоги. Вот такой результат, и сказать то, что я доволен, так сказать, на самом деле ничего. Потому что, ну, круто. За одну неделю мы потеряли практически два с половиной килограмма. То есть практически три килограмма мы потеряли за одну неделю. Ну, визуально, да, давайте я соглашусь с тем, что визуально, наверное, мало что отличилось. Но этот вес, к сожалению, минус три килограмма невозможно взять. Вот, например, с боков там, с ног взять, да, всё это вот прям вот берётся равномерно, так скажем, да, с организмом. Но если прям, если присмотреться, то результаты есть, да, то есть там пресс более прорисован, да, то есть грудь, в целом внутреннее состояние очень хорошее, да, то есть прям и желание, и энергия что-либо делать. Буду ли я продолжать? Да, буду, потому что результат не достигнет, да, то есть это 73,5. 73, 73,5, то есть мне практически одного килограмма не хватило того, чтобы достигнуть, поэтому буду продолжать. Вот эта сушка, по сути, ничем отличается от того, что я снимал до этого. Просто мне это было необходимо, потому что я себя немного запустил, да, нужно было как-то с этим справляться. Я вот посчитал снять ещё раз это видео, чтобы показать то, что это на самом деле метод рабочий. И, ну, то есть могу ли я это посоветовать, да, я вам советую, потому что подобная сушка, она никак не сказывается на вашем физическом состоянии, да, то есть за неделю запросите 3 килограмма, то есть 2,5-3 килограмма, это прям, ну, это хорошо. В принципе, всё. Спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, вечера, не знаю, когда вы смотрите. До следующих видео, друзья, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok